На севере Сирии сегодня объявлен трехдневный траур в память о жертвах в серии терактов в городе Эль-Камышлы. Количество жертв уже возросло до 63. Несколько человек скончались ночью в больнице. Почти 200 ранены. Жители безвозмездно сдают кровь для пострадавших. В распоряжении лайфа есть эксклюзивные кадры. Огромная фура, начиненная шестью тоннами взрывчатки, проезжает по улице. Взрыв происходит в четырех кварталах от этого места. Но он такой силой, что напомнил мощное землетрясение. По всей округе обрушили здания. Смертники попали в Эль-Камышлы под видом бойцов демократических сил. В городе до сих пор разбирают завалы. Под ними могут находиться десятки людей. Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка ЕГЭЛ. Нашему корреспонденту Артуру Кибекову удалось пообщаться с пострадавшими. Я приехал сюда на подработку. Когда случился взрыв, ехал в маршрутке. Я сразу потерял сознание и очнулся уже в больнице. У меня ранены руки, колено и еще плечо задело. Пострадал мой брат. Он работает в продуктовом магазине. На обратном пути домой, когда он ехал в маршрутке, случился теракт. Он был без сознания. Его очень быстро госпитализировали. Слава Богу, ранения у него легкие. Эти террористы не имеют ничего общего с человечностью. Тот, кто способен совершить такое, взрывать людей, не может быть мусульманином. И не знает ничего об исламе. Сирия – наша родина, наша мать. Мы живем тут испокон веков. Немыслимо и недопустимо, чтобы из-за какой-то кучки террористов мы покинули нашу землю. Мы, несмотря ни на что, останемся здесь. Произошла ужасная трагедия. Террористический акт на оживленной улице, нацеленный на мирных, безоружных людей. Взрыв был очень мощным. Слышно было во всех районах города Эль-Камышлы.